Всем ни бага ни лага, дорогие зрители и подписчики канала Дрожжа! С вами я, Жека, и сегодня мы поиграем в игрушку под названием Drive. Гранная игрушка является первым и единственным проектом пока молодой шведской компанией Tarhead Studio. У себя на родине эта игрушка заняла очень много престижных наград и заслуживает вашего внимания, я вас уверяю. Конечно же видно с первого взгляда, что вдохновением, конечно же, до разработчиков была когда-то нашумевшая игрушка Лимба. Да, они, скажем так, похожи. Парочку головоломок в начальных уровнях, конечно же, попроще и тяжелее, тяжелее, тяжелее. Маленький мальчик, который преодолевает какие-то свои трудности, но в отличие от Лимба, где место происходило все в Лимбе, помню, кто не знает, Лимб это то место, где покоятся души... Блин, не справился я. А где покоятся души умерших детей? Что-то между адом и частинищем, и раем, возможно так. Ну, это только для тех, кто, конечно же, верит в это. Там все действие происходило именно в Лимбе, откуда выхода, собственно, нет. Здесь же, я так понимаю, действие происходит все в воображении мальчика, потому что данный мальчик утратил отца буквально недавно, и на данный момент его переживания, по всей видимости, захлестнули его с головой. Конечно же, концепция игры напоминает еще более, менее, скажем так, даже известную игрушку Кома, которая выходила, точно знаю, на планшетах, на ПК, не встречал. И вот эта вот надвигающаяся туча тьмы на нас с правой стороны, конечно же, не может не вспомниться недавно вышедшая игрушка Нихилумбра. Тоже 2D-платформер с интересной концепцией, внутри себя таящей, с этими жидкостями, которыми мне, конечно же, напомнили портал. Там, где одни жидкости у нас увеличивали скорость бега, другие увеличивали дальность прыжка и тому подобное. В любом случае, все проекты сослуживают на внимание. И вот эту игру хотел бы я вам показать как действительно красивую, некий стиль, подчеркивающий, знаете, ту мурачность и тот ужас, происходящий в этом мире, в стиле Тима Бёртона, скажем так, вот эти вот пепельницы с дымом, какие-то шприцы, втыркнутые в деревья. Очень странно как-то, я согласен с вами, что очень-очень странно, но тем не менее заслуживают на внимание эта игра, как мне кажется, потому что довольно интересная. Я в нее первый раз, когда... Ой, я все-таки наступил на дым. Не хотел наступать на дым, но наступил. А просто волосился. Так, где там дым? Первый раз, когда я в нее попробовал поиграть, я играл на нее с клавиатурой, довольно неудобно. Второй раз сейчас я уже играю с геймпада, скажу я вам, намного удобнее, но это и не мудрено всегда, испокон веков, было удобнее играть в 2D-платформеры именно на геймпаде. Для этого и были созданы, скажем так, эти игры. Насколько парадоксально, да, все игры для приставок, для Xbox, для PlayStation, создаются именно на ПК, и потом, чтобы играть в них, нам, пекарям, приходится покупать различные геймпады, приспособления, чтобы принять, искусить, опробовать данную игрушку. Это несправедливо, считаю я. Конечно же, здесь даится какой-нибудь очень глубокий смысл в этой игре, который, конечно же, в который мы будем погружаться, если бы мы проходили эту игру полностью, а не вот так вот, просто обозревая ее. Но так как мы просто смотрим ее, то нам сюжет как таковой особо не интересен, нам интересна вся концепция игры, о чем, зачем, почему и когда. то, что это история про маленького мальчика, который, которого, у которого была утрата, скажем так, отца, мы это уже поняли, и я так понимаю, этого не было описано мне в описании, где я читал об этой игре хоть что-либо, не было описано, где это место происходит, но, как я подразумеваю, это все происходит в его голове, и он, конечно же, это была капля никотина, что ли, или капля чего? Будем считать, что это капля никотина, потому что, на самом деле, очень странно. Какие-то капли... Какие-то непонятные капли. Фонарики здесь символизируют что-то подобное... Ну, еще одна капля, ясно. Фонарики здесь символизируют что-то подобное, чекпоинтом, то же самое, если я не ошибаюсь, было и в Нихилумбре, но... Да и во многих играх такое, если я не ошибаюсь, было, но... Здесь довольно интересная концепция фонарика, она такая, знаете, древненькая, древненький фонаричек, мне он нравится, как он нарисован, но... Я чуть было не попался, только что я опять не попался, чуть было не было. Разбитые стекла символизируют утрату надежды, и это понятно было бы нам, если бы мы не были маленьким мальчиком, который бьется об стены головой, чтобы пройти чуть дальше и выйти из своих каких-то переживаний, возможно, или трудностей преодолевая. И... О, получилось. И... Получилось. Оп, оп, оп. Что-то все какое-то острое. Какое-то все острое. Данная... территория очень напоминает мне ад, если честно, потому что, согласитесь, такой красно-желтый цвет, цветовой фон, плюс... Опа. Вот так вот, да? Красно-желтый цветовой фон. Да что ж ты хочешь делать? Хитрые. Плюс вздымающиеся вверх угольки. Напоминает ад. Возможно, это и есть... Блин. Что такое? Эть. Вот так. Вот так. Так, хорошо. На. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я знаю. Да, вот она. Оп, оп, есть. Хорошо. Прошли. Замечательно. Теперь сюда. Что у нас здесь? Да, жалко мальчика. Его впавшие глаза, конечно, символизируют то, что он... Похож сейчас на Айзека. Полосатого Айзека немножечко. Самую каплю. Там что-то было. Мне показалось? Нет, было. Плюхало. Эть. Ага, вот еще плюхает. Эть. Эть. Получилось. Ну, давай мне еще фонарик, чтобы был чекпоинт, чтобы я знал, куда мне надо. И не упал. Готово. Ух ты, е-мое. Не вовремя я прыгнул. Да, блин. Мне надо вывелить. Вот так. Вот так. Не успел. А, там у нас, смотрите, там у нас есть хитрое приспособление. Вот такое вот. И готово. Перепрыгну. То есть, может быть, и можно было бы там перепрыгнуть, но я предпочел остановиться. В любом случае, мы прошли два уровня этой замечательной игрушки. Если вы хотите продолжение, прохождение этой игры на канале, то напишите, пожалуйста, в комментариях. Я подумаю, разберусь со своим свободным временем. В любом случае, вам огромнейшее спасибо за просмотр. Если вы впервые смотрите нас на этом канале, то, конечно же, подписываемся на канал. Пишем комментарии. Ваше мнение всегда ценно для меня. Ставим лайки, советуем канал друзьям и подписываемся в группу ВКонтакте. А всем вам, конечно же, удачи, до скорого и пока.